В этом видео мы посмотрим, каким образом можно создавать свойства нашего объекта, объекта нашего компонента и, соответственно, обращаться к ним уже в нашей CMS в HTML-коде. Как-то брать их значения. Первое свойство это будет у нас свойство name, имя, имя пользователя, который использует данный Task Manager. В данном случае, для примера, Task Manager to-do-list, он будет у нас прикреплен к одному пользователю, который будет у нас жестко прописан. Теперь создадим метод onRun. Данный метод, если мы посмотрим документацию, он у нас запускается при обращении к компоненте, к нашему плагину. Но запускаться он будет во всех случаях, кроме обращения с помощью метода AJAX. В данном методе мы инициализируем нашу переменную name. Будет она у нас равна st, simple training. Далее переходим мы в наш шаблон default, удаляем все, что здесь есть, добавляем код h1 и пишем то, что Task у нас относится к человеку, чье имя задано у нас переменной name. Обращаться мы будем к объекту с помощью self, так как использовать прямой его alias мы не можем, в силу того, что пользователь CMS октября, он может данный alias менять. Поэтому мы будем использовать всегда self к обращению к текущему объекту. Теперь сохраняемся и смотрим, что у нас из этого получилось. Так, мы здесь создали переменную name, name эту инициализировали в onrun и, соответственно, сделали вывод default html. Теперь у нас, по идее, все должно заработать. Переходим на нашу тестовую страничку приложения ToDo, обновляем страницу и видим соответствующую надпись, то что Task у нас принадлежит пользователю st.